Срочное включение, чё творим, бро? Меня зовут Сергеон из Ебро. Сразу же, просто, сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придёт время, и Суприм-банда будет дать всеми. Кто не с нами, тот под нами. А наша банда растёт с каждым днём. Так что, бро, решай. Либо быть с нами, либо быть под нами. И недавно я очень хотел сыграть в новый мод смешарики в Майнкрафт. Но что-то пошло не так. И моя игра очень сильно отличалась от той, в которую играли другие люди. После я решил, что обязан всем рассказать об этом. И пообещал себе, что больше никогда не зайду в этот странный мод Майнкрафта. Но всё изменилось, когда мне пришло уведомление. Это первое сообщение, которое мне пришло на компьютере. И там было сказано, что Крош хочет, чтобы я за него сыграл. Потому что вышло новое обновление. От этого у меня побежали мурашки по коже. Я нажал на это уведомление. И у меня запустился Майнкрафт. Сразу же меня кинуло на главную. Я стоял перед всеми смешариками. Это было жутко. Всё выглядело очень реалистично. Как будто я не играл в игру. А смотрел всё в реальной жизни. Даже статуи смешариков выглядели так, как будто они живые. Не, баба, да. Всё было насколько реалистично, что я терялся, где игра, а где реальность. И самое странное то, что никаких левых ресурс паков я не устанавливал. На фоне был звук грома. Всё шло к грозе. Я быстро выбрал играть за Кроша. И включился чёрный экран. Через минуту запустилась сама игра. Я стоял посредине поляны. Небо затягивало ещё сильнее. Вот-вот сейчас уже должен был пойти дождь. Я недолго думая забежал в ближайший дом. Там меня ждал Пин. Я подошёл к нему и начал с ним говорить. О май гад, Крош! Я не могу в это поверить! Что случилось, Пин? Мои прогнозы сбылись. Сегодня начнётся сильнейший потоп. В смысле, Пин? Ты предупредил всех? Нет, Крош, в этом нет смысла. В пророчестве сказано, что выживут только двое. Что? О чём ты? Какое ещё пророчество? Я нашёл эту книгу недавно. Но то, что там написано, я не верил. Но сейчас верю. Давным-давно некоторые племья под названием Пингвинус могли предсказывать будущее. Они разыгали огромный костёр и призывали бога Яроса, который им замен на одну жертву говорил одно пророчество. А Пингвинусы записывали это в книгу, а затем спрятали от лишних глаз. И одно из них пророчество должно сбыться сегодня. Что? В смысле, Пин? Какое ещё пророчество? Крош, сейчас я достану книгу и прочитаю. В один момент пойдёт дождь, который не прекратится никогда. Да, все погибнут, зловещий потом не пощадит никого. Но выживут лишь двое. Птица, которая не умеет летать. И ужасный бог. Но вопреки всего, кто-то погибнет от руки другого. И раскроются все тайны. Что за бред, Пин? Быстрее бежим, дождь уже начинается. Я ничего не понял. Здесь явно что-то ненормальное и странное. Мне было страшно играть, но интерес брал вверх. И я продолжал играть в эту странную игру. По экрану после помехи. После помех Крош с Пином стояли около какого-то огромного дома. Тучи вставали ещё больше. А небо вставало темнее. Я спросил у Пина. Пин, откуда такой огромный дом? Крош, это мой рай. Здесь я делаю то, о чём всю жизнь мечтал. В смысле? Пин, ты должен мне обо всем рассказать. Крош, сейчас на эту времени. Скорее беги в дом. Вот тебе ключ, пароль 666. В смысле, Пин, я без тебя туда не пойду. На эту времени, Крош. У меня ещё не законченные дела. Я скоро вернусь. После этого Пин куда-то убежал. А я быстро пытался разгадать пароль от ворот. Самое жуткое то, что пароль 366 был рабочий. И когда я вёл его, то ворота открылись. Недолго думая, я забежал внутрь. В руках у меня была та самая книжка с пророчествами, о которой говорил Пин. В книжке были разные команды. Одна из них самая интересная. Это создать защитное поле. Как только я на него нажал с неба, упали огромные лампы. От которых вокруг дома пошла волна. Через которую никто не мог пройти, кроме меня и Пина. Я побежал к одной двери в надежде, что Пин всё же успеет до того, как начнётся ужасный потоп. Но когда я добежал к двери, там стоял огромный каменный страж. Это был реальный каменный монстр. Он мне сказал, что чтобы войти внутрь, я должен отдать ему ключ. К счастью, Пин мне его дал. Я кинул его стражу. И он меня пропустил. Я зашёл в тот огромный дом. В середине он был ещё огромней. Самое необычное в нём то, что лампы света чёрным светом. Они никак не подсвечивали дом. Но в нём было достаточно светло. Как я понял, эта часть не связана с предыдущей. Здесь мы узнаем истории персонажа Пина. С каждым новым ходом интерес берут всё выше и выше. В огромной комнате Пина был огромнейший телевизор. Я сел на диван и включил его, чтобы посмотреть. Но то, что там было, меня до жути напугало. Маленьких детей прошу уйти от экранов. От увиденного у меня разболелась голова. И стало очень страшно. С каждым разом всё заходит дальше и дальше. Не раздумывая, я побежал в другую комнату. Там была огромная столовая. А за барной стойкой была кнопка. Выдать еду. Я нажал на ту кнопку. И здесь откуда появился странный человек. Он носил тухлую еду по всем столикам. Я пытался с ним поговорить. Но он молчал. А на фоне во время музыки я услышал. Господин запрещает мне говорить. После того, как он разнёс еду, он просто пропал. Я вообще не понимаю, что происходит в этой странной игре. Краем глаза я заметил ещё одну комнату. Туда я и побежал. Посреди комнаты в полу был огромный рычаг. Мне было страшно на него нажимать. Я долго думал делать и это. Но я нажал. В полу появилась огромная впадина. Внизу не было ничего видно. Пока я туда всматривался, кто-то меня пихнул туда и я упал. Вниз вели ступеньки. В конце их я встретил Пина. Откуда у тебя такой большой дом? О, погоди, Крош. Это ещё не конец. Тебя ждёт много чего интересного. Беги дальше. Меня телепортировало в огромную комнату. Из которой были выходы на ещё много разных комнат. Ничего не предвещало беды. Пока я не начал читать название комнат. Комната пыток. В этой комнате была огромная тюрьма. Которую я мог запускать ни в чём не виноватых туристов. А затем по-варварски их сжигать. От этой комнаты пыток мне было не по себе. Так вот, про что такой малкий Валпин? Его тайные хобби это убивать всех. Я выбежал из той комнаты и побежал в следующую. Надеюсь, что там будет Пин, чтобы обо всём у него спросить. Но там был лишь огромный кинотеатр. И когда я включил тот огромный экран, то мне показали ещё один жуткий ролик. Из-за этих видео становилось очень страшно. Я быстро выбежал из того кинотеатра и побежал искать Пина. В самой последней комнате стоял Пин. Я подошёл к нему и спросил. Пин, что всё это значит? Из каких пор ты убиваешь? Прости, Крош. Но пророчество сбылось. Снаружи всё затопило. Не молчи, Пин. Зачем все эти комнаты пыток? И где делся бараш? А ты думаешь, так просто быть самым умным из всех? Вы бы знали, как все меня бесили. Первого я убил туриста. Он был не местный. Было легко его заманить к себе в ловушке. Такого кайфа я ещё никогда не получал. Но после того случая новости разлетелись быстро. И к нам в долину больше никто не приезжал. Оставалось лишь одно. Убить кого-то из вас. И я выбрал бараша. Это было ещё лучше, чем с туристом. Теперь на улице идёт огромный потоп. Все мертвы. А желание убивать не пропало. Ты, Крош, следующий. Нет, Пин, ты не можешь так поступить. Прости, Крош. Но пророчество говорит правду. Остаётся лишь одно. И Пин резко пнул Кроша. Тем самым проткнув его чем-то острым. Крош просто лежал на полу и стекал кровью. А Пин очень громко смеялся. На экране появился Пин. Он был мутный. И его глаза были налиты кровью. Взглянув в эти глаза, я увидел то, чего не было сказано. Пин это маньяк-убийца. Который всю свою жизнь мечтал стать серийным убийцем. Убивать всех и всё. Но из-за своих друзей он воздерживался. В один момент он понял, что это нужно остановить. Он построил огромный дом, в котором было 9 комнат пыток. Где он жёстко издевался над своими жертвами. Он хотел по одному убивать каждого смешарика. Но из-за пророчества всё пошло не по плану. И остался лишь Крош. Так и сбылось пророчество. В живых остался лишь Пин. А Крош погиб от руки другого. Это всё так странно. В каждой части кто-то обязательно погибает. После этого у меня была депрессия. Я не мог ни есть, ни пить. Я просто лежал на диване. Но это был конец. На этом всё, бро. С тобой был Сергеонис. И, бро, поставил лайк. И тебе это всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. И, бро, как видишь, у ютуба сейчас очень плохие дела. Мне очень поможет твой лайк и твой комментарий. А комменты без комментов попадают в следующее видео. Так что, бро, пиши свой комментарий. И, бро, подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании. Осталось специально для тебя. Ведь там выходят очень страшные фотографии. Ну, а если ты боишься, бро, то просто пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех тысяч человек я отвечу именно тебе. И, бро, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь предудимая Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, решай. Либо быть с нами, либо быть под нами. А наша банда всё с каждым днём. Решай. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok